Всем приветик дорогие друзья, с вами Роджен и сегодня мы будем проходить одну очень интересненькую историческую кампанию, ну точнее миссию в исторической кампании. Знаете, что существует? Ну да, на английском языке, но все равно я вам расскажу, что это похождение Саладина, если вы вспомните. И здесь была миссия Керак, Ренода Шетильон, если я не ошибаюсь. В общем, это на русском языке. На английском вы видите, как она звучит. Короче, в общем, вторая миссия за Саладина. Вторая кампания, естественно. Давайте я вам просто покажу, что там, как там и где там. В общем, нам нужно было там разрушить... Давайте я на паузу сразу поставлю, чтобы нам было проще. Нам нужно было разрушить вот этот вот собор. И все. При этом, жаль, что в Струмхолде так не сделали, что когда у собора мало жизней, он очень красивым здесь становится, он такой прям развал. Ну, в общем, очень классную имеет Тайл, скажем так. Ну, это ж, по-моему, Тайл, и поэтому... В общем, он очень классную текстуру имеет. Когда вы его начинаете разрушать, и у него остается мало жизней, конкретно у этого собора. Видимо, это продиктовано скриптом. Так вот. Здесь есть лорд. Вот эти самые арбалетчики, мечники. Ну, много-много-много всех-всех-всех-всех-всех. И вы видите защиту здесь, плюс вот эти два мечника. Нам нужно вот этим всем войском... Вот этим всем войском 7 из 2, 3, 26. Мало того... Ну, то есть, по миссии нам надо развалить всего лишь вот этот вот собор. Я же хочу... Убить всю армию здесь, здесь и, естественно, здесь. Плюс лорда. И пройти эту миссию. То есть, я хочу сделать намного сложнее. Убить лорда просто... Легко. Ну, то есть, вы вместо собора просто идете и убиваете лорда. Это легко. Если вы вместо собора идете и убиваете все войско и лорда, это тоже достаточно легко. Но когда вы идете убивать собор и еще дополнительно лорда и все войско... Ну, это примерно такой же сложности, конечно, как и все войско. Но вам нужно одного воина оставлять здесь. Для того, чтобы, ну, в общем, проконтролировать чуть-чуть больше. Таким образом, я хочу пройти эту миссию полностью. Убив лорда. Убив всю армию, которая здесь имеется. Кроме той, которая, ну, будет во вторжении. И, естественно, уничтожить собор. То есть, пройти... Ну, выполнить основное событие. Поехали. Итак, что у нас тут по скорости? 35. Ассасины сразу на девяточку бинжу нам хватает. Этого достаточно отлично. Мечники идут в восьмерочку биндится. Ассасинов я отдельно выделяю, чтобы они потом нормальненько шли. Потому что я их видел через мечников. Так, прачники. Один. Примерно по десяточке бинжу. Два. Три. Там восемь биндов должно... Ну, семь вроде, конечно, биндов. Четыре. Пять. Да, семь биндов получается. Шесть и семь. Все. Восемь. Соответственно, это мечники. У нас девять. Это вот они, ребят. При этом эти ребятки сейчас должны залезть на стены. И есть маленький прикол. Что пока они залезают на стены. Стены-то высокие, как вы понимаете. Из-за того, что они стоят на плато. Вы можете посмотреть, в общем, баги. Я, по-моему, объяснял, как ставить высокие стены. Надеюсь, что в багах объяснял. Если не объяснял, давайте я объясню сейчас примерно. То есть вы ставите на плато стену. И затем в редакторе карт удаляете это плато. Рядышком со стеной. У вас получается высокая стена. Из-за того, что вот эта вот черненькая фигня. Видите, здесь черненькая фигня. Вот она. Вот она, вот эта вот скальная порода. Заменяется на тайл стены. И стена имеет полностью вот так вот текстуру огромную. То есть вот такая огромная стена получается из-за вот этого вот тайла. Из-за замены его. Смотрите, как только мечники сейчас будут проходить. Мы, в принципе, можем даже залезать на стены. Но фишка в том, что мы не совсем имеем право залезать на стены. То есть тут надо подловить тайминг. Арбалетчики нас видят. И арбалетчики будут нас раскидывать. Тут прикол в том, что полезущим войскам они будут стрелять. Это не очень приятно. И давайте я, наверное, сделаю, знаете как? Девять. И два других ноль. Чтобы ассасинов было удобнее контролировать. Когда их трое, они становятся, ну, таким квадратиком, скажем так. И два обязательно слезут вниз или один слезет вниз. Нам такого не надо. Следовательно, как только ассасины залезут, мы будем готовы вести прачников. Как только, вот чуть-чуть им уже останется, мы будем готовы вести прачников. Все, вот оно, вот оно, вот оно. Они начинают видеть ассасинов. Поехали. Поехали всеми сюда, этими сюда. И ассасины вроде как видны, но на самом деле их не видно. То есть на данный момент времени их не видно. Все, прекрасно, мы идем просто сюда. Наша задача дойти ассасинами до вот этого арбалетчика. Он должен стрелять по прачникам. Кстати говоря, вот это вот, по-моему, войско я сюда не подозвал. Чем меньше мы потратим прачников, тем нам легче. Прачников тратить, ну, много нежелательно, конечно. Понятно. Ой-ой-ой. И эта хренатень, естественно, в меня стрельнула. Ну, черт, с ним ничего вроде как сложного не произошло и страшного тоже. Окей. Мы просто потом выделим все это дело грамотно, осторожно, для того, чтобы не потерять КП еще больше. Этим ассасином мы сейчас будем контролить заранее. Это небольшой, скажем так, задротский... Как эта фигня называется? Черт подери, я даже забыл. Менеджмент войска. Ну, в общем, когда управляешь конкретной армией для того, чтобы... Блин, в Старкрафте это как-то называлось. Я забыл. Вот извините, честно. Я до этого это называл. Перезаписываю просто уже который раз, потому что мне не получалось это сделать адекватно с первого раза. Один раз получилось, но запись там получилась что-то около 40 минут. Не очень приятно. В общем, я забыл, как это называется, извините. Действительно, если вспомню, потом, может быть, назову эту вещь своим именем. Так, 65 прачников. Слушайте, ну 79, осталось 65, при том, что Ассасин один с красными жиськами. Я бы сказал бы, это... Это шикарно. Это шикарно. Это шикарно с ним. О, я бы сказал. Имеем право подняться прачниками, скорее всего, наверх. Вот сюда вот. Имеем право. Имеем. Плюс дополнительно, как только открывается барбакан, сразу введем мечников. Ну давайте, мы сразу как раз приведем. Отлично, все. Мы имеем право зайти мечниками сюда. И пока вот этими ребятками будем здесь откидывать мечники. Надеюсь, что хватит дострелять, потому что было бы неплохо убить. Убили. Все, идем нашими всеми прачниками сюда. И теперь у нас остаются Ассасины. И нам нужно понять, а как бы нам конкретно здесь ими управлять. Давайте это 0 будет. Это будет армия 9. Два зеленых Ассасина, один красный. Если что, я буду микрить. Вспомнил, господа. Это называется микрить. В общем, я буду микрить этими Ассасинами. Это сейчас очень важно. В этом холде микрить, это, блин, смешно. Потому что здесь не очень удобно этим заниматься. Но все же я буду микрить. Итак, смотрите. Одного прачника мы отправляем сюда, для того, чтобы этого мечника выманить. Мы сейчас будем пытаться микрить, как говорится. Так, мечник пошел. Мы всеми прачниками доходим досюда. Можем, в принципе, даже уже и мечниками подходить. Почему бы и да. Так, у нас прачники, по идее, должны убивать этого мечника в нулище. Давайте подведем Ассасинов. А то времени уже маловато остается. Until defeat. Ну, времени до поражения. Смотрите, нам нужно 25 мечников. То есть, нам нужно сейчас одного мечника отсюда убрать и сделать армию 8 из 25 мечников. То есть, вот этот вот мечник будет стоять и разрушать нам нашу церковь, которую нам нужно уничтожить. Ассасины идут сюда. Прачники идут сюда. Все великолепно. И теперь, самое обидное, это если Ассасинов пристрелят. Если пристрелят кого-то из прачников, да вообще плевать. Вот, серьезно. Сейчас нам надо залезть на стены. Ассасинов здесь не увидят на этой башне. Это будет шикарно. И смотрите, мечники идут. Причем, мечники, наверное, идут через вот эту вот позицию. Жаль, нельзя через шифт посылать. Мало того, что, да, люди говорили, что нет. А клика в стронхолде? Хреново. Так еще и через шифт нельзя посылать войска. Это еще хреновее, чем вы думаете. Это реально намного хреновее. 25, поехали сюда. Все идут прачники. Плюс вот эти вот у нас идут ребятки. Все, поехали. Они пошли. Этим мы будем убивать собор. Здесь у нас, надеюсь, что все будет в порядке. Пока Ассасинов сильно не цепляют. Это шикарно. Ну, вроде как цепляют, но вроде как и нет. Вот мы вот этими вот прачниками, мы постараемся вот этих тоже арбалетчиков цеплять дополнительно сверху. То есть, все, мы зашли сюда. Мы имеем право зайти сюда. Все. Теперь нам нужно просто вот этих вот ребяток дополнительно, чтобы они здесь развлекали. Развлекали, короче, всех. Здесь ребятки должны зайти сюда. Здесь, соответственно, ребятки просто бегут сюда. То есть, мы вместе с Ассасинчиками дополнительно идем, развлекаемся. Микрить уже, как бы, особо сильно не буду. Тут особо сильно нет смысла вообще микрить. Так что, просто поехали. Берем, развлекаемся. Убиваем всех. Здесь нужно убить вот этого мечника С арбалечками у нас все в порядке, вы понимаете Все, прекрасно, здесь мы все сделали как надо Из-за того, что стреляются, там тоже все хорошо У нас тут один ассин остался, шикарно В принципе, вообще все шикарно Ну и так, смотрите, что у нас получается Миллиард армии остался И мы этот миллиард армии... Сейчас я посмотрю вот сюда на ХП, потому что это очень важно Здесь мы сейчас будем всех расстреливать Так, мы собираем армию здесь Так, чуть-чуть тут по ХП я хочу посмотреть, чтобы Все было в порядке Так, да, пока не мауляем, ничего не делаем Лорд идет сам умирать Это шикарно, значит мы заходим Всеми вместе, давим И теперь поехали убивать мечников Все, это самое главное, теперь просто берем и разрушаем здесь То есть пока мы этих мечников будем убивать Мы разрушим абсолютно все Миссия пройдена, господа Та самая миссия, которую я хотел пройдена И мы прошли все, то есть все, войск соперника убито Мы не просто отомстили Мы отомстили, уничтожив собор Помешав свадьбе А еще и убили этого Рено Как его? Рено да шевальон? Ну в общем, вы поняли Мы в общем его убили И скажем так, вызов пройден Спасибо за просмотр, с вами был Роджо Не ленись и подпишись на канал Надеюсь, что вам понравилось Потому что я в детстве проходил Именно убивать Лорда только один раз Один раз в своей жизни А сейчас, ну видимо скилл увеличился Не знаю, как это сказать Но действительно, здесь очень много нужно микрить ассасинами Ну так себе Относительно Спасибо еще раз за просмотр И до встречи До следующего выпуска Субтитры сделал DimaTorzok